Добрый вечер, товарищи! С момента основания старейшего русского университета доброй традицией стало как публичные выступления его профессоров перед общественностью Москвы, так и встречи преподавателей, студентов университета с деятелями отечественной культуры, просвещения, искусства. Вот и сегодня одна из таких встреч у нас в гостях сегодня. Редколлегия, авторский актив, известные критики, драматурги, артисты, которые связаны с журналом «Театр». Позвольте предоставить слово главному редактору журнала, драматургу, лауреату государственных премий СССР и РСФСР Афанасию Дмитриевичу Солынскому. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Как-то очень хорошо на душе, потому что видишь такой прелестный зал. Вот эти... Понимаете, если бы я был бы артистом, наверное, мне бы захотелось играть только на этой сцене. Настолько хороший, уютный зал, и так как-то все ладно здесь, как-то все так, как-то изящно и мило душе. Мы здесь сегодня вот собрались, чтобы поговорить о театре, об искусстве, которое так близко нам всем, так демократично. Потому что, в сущности говоря, наверное, вряд ли какое-либо другое искусство, даже искусство кино и телевидения, которое так массовое, которое так всеохватно и вездесущее телевидение, все-таки даже оно, на мой взгляд, не столь демократично, как театр. Потому что театр обращен к человеку непосредственно. Вот актер на сцене, он смотрит вам в глаза, вы смотрите в глаза актера, в его душу, и душа говорит с душою зрителя, с его умом, и это как раз то самое общение, которое вечно. Вы знаете, наш журнал, журнал-театр, существует 50 лет. У нас есть интересные очень и традиции, и новые современные дела, публикации. У нас есть хорошие, талантливые авторы, и драматурги, и критики, и актеры, и режиссеры. И некоторые из них, к нашему счастью и, видимо, к удовольствию вашему, я надеюсь, присутствуют здесь сегодня вместе с нами, работниками редакции. Их представит первый заместитель главного редактора журнала театра Юлий Германович Шук. Существует такое выражение, что театр начинается с вешалки. Его приписывают Станиславскому, хотя хорошо известно, что ничего подобного он никогда не говорил и не думал. Театр начинается, конечно, с литературы, театр начинается с драматургии, и, соответственно, и наш сегодняшний вечер мы начнем с вопросов, связанных с драматургией. Я предоставляю слово Владимиру Губареву, автору пьесы «Саркофаг» о трагедии Чернобыля, которая широко пошла не только по Советскому Союзу, но и по всему миру. И, как вот сейчас стало известно, в Англии, в Лондоне его выдвинули на соискание премии имени Оливье за лучшую пьесу года. Более того, его даже приглашали сегодня там на обед, но из-за того, что у нас вот встреча в МГУ, он от этого обеда отказался. Руководитель мне сказал, что меня пригласили на ужин 24 мая, я постараюсь там быть. Вы знаете, в общем, я попал в какой-то круг совершенно фантастических событий, совершенно не подозревая обо всем этом. И, к счастью, я вернулся из драматургов в зрители, и это помогло сделать моя эта пьеса «Саркофаг». Я был в первой группе журналистов, которые прилетели в Чернобыль. Ну, в общем, если вы читали правду, мы действительно в первые дни и весь май месяц писали то, что видели в зоне Чернобыльской АЭС. Зона – это совершенно другой мир, о котором мы не имеем представления. Тех, кто не был в Чернобыле, тех, кто не проехал по этой зоне, тех, кто не побывал на станции тогда, именно тогда, сразу после аварии, представить это невозможно. Потому что, ну, понимаете, всё цветёт, всё сияет, поют соловьи, прекрасная украинская весна. И ты понимаешь, что ты не можешь здесь находиться, ты понимаешь, что ты можешь оказаться рядом с источником, ты понимаешь, что ты это ничего не чувствуешь, только аппаратура тебе может помочь или подсказать, что именно здесь опасно. И вот этот мир, оказывается, что мы, он существует рядом с нами, существует давно, уже 30 лет. И мы этого не замечаем, не чувствуем и не ощущаем, и не понимаем, а может быть, не хотим понять. Вот тогда меня всегда упрекают, что, говорят, за сколько времени ты написал пьесу? Я говорю, я действительно его написал за 8 дней, но плюс к этому вся жизнь, потому что, сколько я не занимаюсь наукой, я был и на ядерных взрывах, я был и на различных атомных установках, и в нашей стране, и за рубежом. Я имел счастье быть знакомым с выдающимися физиками 20 века. Так что я его писал, по идее, всю жизнь, хотя формально 8 дней. А потом для меня начались совершенно невероятные события, потому что после публикации в журнале «Знамя» поднялась совершенно непонятная для меня волна. В общем, я попал в достаточно нелепую ситуацию, потому что сработал старый механизм. Губарев, если тебя ставят за границей, значит, ты написал что-то не то. И это все-таки говорят редактору правды по науке. Но, к счастью, меня спас город Тамбов, потому что первая постановка в мире все-таки произошла в городе Тамбове. Потому что если бы она произошла в Лондоне, то мне было бы гораздо тяжелее потом оправдываться. И я вам должен сказать совершенно определенно, что реакция зрителей в Тамбове и в Лос-Анджелесе, в Лондоне и в Тирасполе, в Белгороде и в Вене, так в Ташкенте и в Стокгольме одинаково. Понимаете? И что самое главное людей волнует? И я вдруг понял, что волнует людей. Что люди вот здесь, на этом спектакле, вдруг поняли, что все мы живем с вами в ядерно-космическом веке. Вот уже 30 лет мы в нем живем, а стараемся этого не понимать, не замечать. И существует гигантская пропасть, в общем, между нашим знанием и невежеством. И, может быть, те трагедии, которые сегодня происходят в самых разных областях науки, техники и производства, они как раз связаны не с несовершенством техники, они связаны, в общем, с несовершенством нашей психологии. Люди будущего будут говорить, вот они жили до нашей эры, то есть они жили до ракетно-космической эры. И эту границу будут отмерять вот где-то в 50-х годах. А мы по психологии остались до нашей эры, а живем в этой эре. Мы стараемся не замечать, что мир вокруг нас изменился самым удивительнейшим образом. Мы даже не замечаем того, что, в общем-то, вот сейчас мы с вами здесь сидим, а этот мир может погибнуть из-за ошибки одного человека через час. Вот это время реальное, причем не то, что это выдуманное время, это время реальное, и об этом заставляет задуматься и Чернобыль, и очень многие те события, которые сейчас произошли в Гаяне. Я месяц тому назад был как раз в Гаяне, где, вы знаете, что медики выбросили на свалку свинцовую капсулу, в которой находился Цезий-137-й. А там безработные взяли эту металл, разбили ее на несколько частей, затащили в автобус и потащили сдавать этот металл в приемный пункт. Там был Цезий-137-й. И вот 400 человек. Ну и светится же порошок. А в Бразилии карнавалы, и все же мажутся обязательно светящимися веществами различными. И люди начали мазаться шею женщины, шею руки. И 400 человек получили лучевые поражения, причем четверо уже скончались, так вот, когда мы были, и три человека находились в тяжелом положении из-за небрежности одного человека. Если говорить сегодня, в общем, о том веке, подчеркивая, в котором мы живем, то из-за ошибки одного человека, вся цивилизация может быть уничтожена. И это реальность. И это реальность. Вот если нашего человека спросить, будет ли ядерная война или нет, подавляющее большинство скажет нет. Мы по натуре вообще общество оптимистов. Ну, об этом вся история говорит. А вот если на Западе спросить, будет ядерная война или нет, то подавляющее большинство ответит, будет или может быть. И поэтому они более остро чувствуют, что такое атомный век. Но я думаю, что искусство и театр в первую очередь должны не только интересоваться прошлым, а у нас крен такой есть. Но самое главное, показывать зрителю и человеку, в каком мире он живет сегодня. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, я отвечу. Я думаю, если будут вопросы к Владимиру Губареву, мы дадим ему еще раз слово. А сейчас, чтобы не останавливать, продолжим наш разговор. Приметой, очень отчетливой, при том приметой нынешнего театрального дня, является возникновение очень большого количества самых разных театральных студий. В Москве некоторые считают, что сейчас их возникло даже чуть ли не 200. Но если взять половину, 100, то это тоже очень большая цифра. Учитывая, что театров профессиональных у нас для такого огромного города, как Москва, действительно очень мало. И можно надеяться на то, что студийное движение принесет обновление не только по существу, но и в количественном плане просто появится большее количество зрительских мест. Сейчас их явно в Москве не хватает. Что отражается на качестве работы театров, потому что театрам не надо бороться за зрителей. Я предоставлю сейчас слово, наверное, одному из самых ярких представителей вот этого движения, просто самому, наверное, яркому, главному режиссёру студии, которая называется «Школа драматического искусства», Анатолию Васильеву, за спиной у которого несколько спектаклей, действительно ставших очень заметными на театральном, так сказать, небосклоне. И «Взрослая дочь молодого человека», и первый вариант «Васа Железновой» и «Серсо» – это спектакли, на которые безумно трудно было попасть, и, наверное, и сейчас было бы трудно, если бы они шли. Слово Анатолию Васильеву. Говорить мне о студийном движении особенно нечего, потому что театр мой организован как театр городской, существует от города на городской дотации. Поэтому я не подхожу к студийному движению ни по возрасту, ни по годам, пройденным в театре, ни по художественному заделу. Я, в общем, уже должен быть не в студийном движении, а в движении арьергарда. Это было бы правильней. Поэтому я плохо знаю студийное движение, плохо знаю товарищей по студийному движению. Я попал в компанию. Просто был такой неплохой человек в главке. Вы его не знаете, но его можно назвать, потому что неплохие люди в главке – это редкость. И звали этого человека Валерий Иванович Шадрин, он сейчас в Союзе театральных деятелей СССР находится. Как-то он помогал организации театров, театров студий. Были еще неплохие люди в журнале «Театр», которые очень давно, когда всем было довольно плохо, вот как-то они решили организовать такую рубрику. Рубрика эта называлась «Театр задает вопрос». И в этой рубрике впервые была опубликована такая маленькая заметка редакционная, где театр задавал вопрос, почему до сих пор нет театра у такого большого актера, как Петренко, и у такого большого режиссера, как Васильева. Ну, там еще приводились какие-то данные, почему нет этого и этого. Прошло какое-то время, в главке задумались, и вскоре вызвали меня в управление культурой, предложили театр. Я не уверен, что сегодняшнее студийное движение представляет из себя альтернативу к театру. Я думаю, что вообще довольно трудно у нас с альтернативным театром, и, может быть, даже невозможно. Но все-таки такое движение было, оно было в подполе, и количественно оно накапливалось. И где-то вот в этом 86-м году выяснилось, что с этим надо что-то делать. Я в эти годы работал в театре на Таганке. Работать мне было там по-разному, и в 86-м году уже было очень тяжело. Из двух вариантов оставаться в театре, в который я пришел, в общем, чужим для театра человеком, или уходить из театра, я выбрал решение уйти из театра. На протяжении многих лет я уходил из театров. Я уходил из БХАТа, уходил из театра Станиславского драматического, уходил из театра Левского комсомола, уходил из центрального телевидения. Телевидение дело иметь довольно трудно. Вот сейчас они снимают наши передачи, но я не уверен, что что-нибудь люди увидят из этой передачи. Я вынужден был уйти из театра на Таганке. Я оказался на улице. Без театра, без актеров. Может быть, это была игра, может быть, я рассчитывал, что найдется какой-то голос, добрый голос, который скажет «Старик, тебе много лет, не пора ли тебе заняться своим делом?» Действительно, позвонили из управления культуры, и вот тот самый Валерий Иванович Шадовин, о котором я говорил, сказал «Старик, приходи, попробуем поговорить о театре». Это и было началом, формальным началом и официальным началом студийного движения. В это время открывалось несколько студийных коллективов. Я думаю, что, я об этом и говорил, что студийное движение продлится недолго. Недолго, поскольку театральных, театральных по-настоящему идей, связанных с художественным творчеством, с эстетикой, вообще с чем-то, что является основой искусства, вот этого всего нет. Есть свежая нота, есть свежий ветер, есть репертуар, есть молодые люди, желающие играть, но этого слишком мало для того, чтобы был театр. В 60-е годы, когда открылся театр, о котором теперь говорят, как о славе советского театра, вместе со свежим ветром обновления, приходили и свежие художественные идеи. Сегодня студийное движение представляет из себя в общем-то эстетику 60-х годов. И так как эта эстетика терпит на сегодняшний день поражение и не находит контакта в зрительном зале, то так же произойдет и со студийным движением. Молодость всегда права, но она превращается в старость. Меня много спрашивают о студийном движении, считая, что я являюсь лидером этого движения. Я хочу сказать, что я не лидер и к студийному движению не принадлежу. Я исследую некоторые правила, законы, я не знаю, еще что-то профессионального театрального искусства. И этому я посвятил многие годы своей жизни. И поэтому, когда думал о том, как назвать театр, назвал его «Школа драматического искусства». Спасибо за внимание. Среди побед, а это действительно были победы Васильева, были две, связанные с драматургом Славкиным. И было бы, наверное, неверно отделять их и сегодня. Поэтому сразу после Анатолия Васильева я предоставляю слово Виктору Славкину. Зал просит предложение не будет входить к микрофону. Кто просит? Галь? Да, просит. Знаете, я... Представили подходить к микрофону. Я думаю, что к этому залу я имею прямое отношение, потому что, в общем-то, мои первые драматургические опыты происходили в эстрадной студии МГУ «Наш дом». Это, правда, было на улице Герцена, но здесь тоже это всё повторялось. И вот сейчас Васильев говорил про эстетику 60-х годов и про, так сказать, шестидесятников, драматургов, которым принадлежит вот это поколение драматургов, получившее название «Новая волна». Вот тут сидят её представители, они будут выступать. он какой-то живой. И все процессы, которые происходят сейчас, так сказать, вот в театре, в литературе, так сказать, то, что мы многое читаем, многое видим, и многое получилось, получило признание. Всё это прекрасно и хорошо, но когда я вижу эти стены и когда я вспоминаю стены клуба МГУ, то я думаю о том, что всё это хорошо, что произошло, но несколько поздновато, поздно. И когда мы говорим о поколении, а так, почему я говорю, потому что вот обе пьесы мои, которые поставил Анатолий Васильев, «Взрослый дочь молодого человека» и «Серсо», это были пьесы, в которых как-то рассматривалось поколение, рассматривалось собственное жизнь на вот этих лет. И это поколение, в конце концов, если говорить об ориентирах этого поколения, то кто они такие? Это Петрушевская, Жванецкий, Битов, Норштейн, режиссёр, это люди, которые, в общем-то, прожили довольно сложную жизнь и не торопились, не торопились. Когда им показывали на тех принципиальных людей, с которых они должны брать пример, они не спешили брать с них пример. И этим сохранили себя. И, в общем, сохранили и свою... В этих двух спектаклях речь шла ещё о чём? О том, что, да, мы там прекрасные поколения шестидесятников, да, хорошо, но сколько можно? Сколько можно? И вот эти воспоминания и эти воспоминания и ощущения, что жизнь, которую мы живём, она является, с одной стороны, жизнью, бытом, а с другой стороны, она является какой-то историей, твоей историей, и которая, как ни странно, начинает... Ты понимаешь, что она начинает быть похожа на историю твоей страны. И тогда ты думаешь, а почему же историю страны надо рассматривать на каком-то персонаже, который тебе, так сказать, далеко, далеко от тебя, который, так сказать, да, он, конечно, очень красивый и прекрасный, а почему же история не может быть рассмотрена на примере обычного человека, простого, который, так сказать, не является никем? И на этих людях, мне кажется, путь, который мы прошли, извивы этого пути и те отпечатки, которые время оставило на этих людях, вот на этих людях, которые есть никто, на них это видно, может быть, даже и больше, хотя кажется, что не так, а на самом деле может быть это и так. Поэтому мне нравятся пьесы моих товарищей. И на этом мы разговор о новой волне закончим. Я дам слово сейчас Владимиру Губареву, чтобы он ответил на записки, которые пришли ему. В вашей статье в «Комсомольской правде» вы ставите себя в один ряд с Розовым и другими. Не знаю, кого имеется в виду под другими. Но ведь «Саркофаг» далеко не идеальная пьеса. Нет ли здесь привычного для прежних лет отношения к ней как к нужной по теме пьесе? Ну, может быть, есть такое отношение, если ее ставят? А разве плохо писать нужные пьесы людям? Василий Лановой. Мы стали свидетелем вот этого переломного момента в общественной жизни страны. Я полагаю, что это не могло не сказаться на театре. В частности, не только с точки зрения оценок прошлого, но и взглядов на будущее, и тех ожиданий, которые грядут, которые не могут не быть, раз меняется общество. Я очень хорошо помню, как год мы пробивали в 79-м году пьесу Азат Абдулина, 13-й председатель. Год мы пробивали, в общем, первую такую залетную птичку из жизни сегодняшнего дня, так сказать. Я не могу сказать, что там было ах, как много особенно художественных потрясений и открытий, но там была попытка честного разговора, что произошло. И позавчера я открываю известие и читаю уже историю из нашей жизни, где повторяется история моего Сагадеева, моего 13-го председателя, но случившееся уже вот в эти два с половиной последних года. Кончается эта заметка, это про одного узбекского председателя колхоза, который точно повторяет историю моего Сагадеева и кончается начинается статья с того, что Верховный суд СССР послал телеграмму в Узбекистан или в Алматы, я могу здесь что-то соврать, немедленно освободить такого-то из-под ареста из-под тюрьмы. Кончается статья следующим трагическим вопросом. Мы понимали, что это было с Сагадеевым в 79-78 году. С этим же председателем это случилось уже в период перестройки. Уже вот то, что происходило, происходило два года назад. То есть в период, когда мы уже открыто обо всем говорим, открыто обо всем судим, и тем не менее это происходило. Три дня назад освободили этого председателя. Вот что дает возможность таким художникам, как Васильев, наверное, все-таки не переходить к излишнему оптимизму в оценках на будущее театр. Знаете, я, когда поступил в театральный институт мальчишкой, я помню бесконечные разговоры о тех актерах, которые потрясали зрительный зал. тот-то сыграл эдак, тот-то сыграл вот так, зал был потрясен, выносили десятками женщин в обмороке, вообще какие-то были невероятные легенды, которые все происходили до меня. При мне никого не вылосили из зала вот в этом состоянии. И наступило время, когда я как профессионал усомнился, возможно ли это. Мне говорят из тех, кто был потрясен раньше. Ну понимаешь, драматургия не та, актер там у нас есть, но драматургия не та, не дает возможности для потрясения. тут я уже дозрел сам, я сказал, минутчику, стоп, что значит не та драматургия? Вот Ричард, вот Лир, извините меня, вот драматургия та, которая раньше потрясала. Так почему же сегодня ни один актер, на какого я смотрю, и режиссер в том числе, извините, не потрясаю, меня не выносят из зала. Что это уж такая толстокожесть, что ли, у моего поколения? Или уж такой гигантский вред, нанесенный цинизмом, и вот этой раздвоенной жизнью нашей времени на эти поколения? Что это такое? Почему нет потрясений? Я думаю, что вопрос этот корнями, наверное, еще уходит, достаточно трагическое отсутствие идеалов, многие из которых мы растеряли за эти 20 лет. Идеалов, если хотите, идеализма в лучшем смысле этого слова. Идеалисты, они обязательно для меня всегда связывались с каким-то бескорыстием, с романтизмом, с непременным взглядом на будущее. Потом я жесткую фразу прочел, что быть романтиком ни в коем случае нельзя смотреть в небеса, надо смотреть в землю. И только здесь, на этой земле, среди этих разных ценностей найти ростки будущего, вот это и есть романтика. Отсюда и нет потрясений. Поразительная мысль. Ну, говорить можно об этом долго, и это очень сложный вопрос, но я думаю, что отсутствие потрясений на театре это присутствие потрясений в жизни нашей. Наверное, наверное. Я еще видел, как играл Рубен Николаевич. Я еще видел, как кричал Борис Николаевич Ливанов. Я еще выходил на сцену с этими богами вахтанговцами Гриценко, Плотниковым, Астанговым, Лукьяновым, Мансуровой, Алексеевой. Сейчас выходить-то почти не с кем. Опять мы расхлебываемся за это двадцатилетие. Профессионализм ушел, критерии ушли. И если говорить о будущем театра, начинать надо прежде всего с этого. Прежде всего, помимо высокой гражданственности, непременно повысить профессионализм. С чем я столкнулся на последней постановке «Брестский мир», о котором вы меня просили рассказать. Я столкнулся с Робертом Стуруа, режиссером, который ставил этот спектакль, наивысшего профессионализма и современного понимания профессии на сегодняшний день. Это было чудо, какая работа. Два с половиной месяца. Я в жизни никогда столько не работал, сколько вот в это время. Первое, что он сказал, никаких перерывов. С десяти утра до трех и с семи до одиннадцати каждый день. Если у тебя спектакли нету, это ему не важно. Если у тебя спектакль, значит, он брал другую сцену, но каждый день и за два с половиной месяца я вдруг понял, вот же профессионализм настоящий. Я не говорю о форме, которую он требовал. Он приходил на работу и вдруг он говорит, вы что сегодня все пообедали плотно, мне такие сытые актеры не нужны, он говорил. Вы переварываете пищу, а не работаете. Замечательно. И ведь действительно так. Голодным надо идти на сцену. Мы садились так. Поразительная штука. Мы садились на стул так, ну вот как мы все сейчас сидим, да? Он говорит, это не творческая посадка, актер должен сидеть только так, чтобы в любую секунду соскочить сорваться. Обязательно. И я вдруг понял, что в этом темпераменту не наживешь. В этом да. Быстро, быстро. Другие ритмы, профессиональные ритмы. Это поразительная вещь. Пьеса Шатрова была написана 20 лет назад. Пьеса сложная, с определенными допусками на то время и с поправками на сегодняшнее время. Но она дала нам повод замечательно встретиться с замечательным режиссером. Что получилось, я не знаю, не нам судить. Аладимир Дуа, пожалуйста. У меня, к сожалению, нет таких умных слов, чтобы как-то с обобщением к вам выйти, о каких-то своих мыслях, наблюдениях на последнее время. Но у меня тут есть записки, и я постараюсь на них ответить. Например, такая записка. Зачем вы пришли сюда на этот вечер? Во-первых, меня попросили товарищи из журнала, и я откликнулась. Во-вторых, откликнулась, не потому, что откликаюсь на каждую такую просьбу, но, вы знаете, у меня нет практики встречаться со зрителями без маски образа, потом, у меня нет телевизора, и мне как-то, я давно не была в университете, мне было забавно посмотреть на вашу реакцию и послушать умных людей. Дальше в этой записке спрашивается, как относитесь к журналу театр и вообще к критике. К журналу театр я отношусь хорошо, но думаю, что, наверное, может быть, надо было бы поострее ему быть. Как отношусь к критике? Хорошо отношусь, хотя работаю в основном, как и все, наверное, люди, работающие в театре, для себя, что я хочу сказать. Играю первые десять спектаклей для критики, а потом выполняю повинность. Что мне не нравится в современном театре? Мне не нравится прежде всего реакция публики. А во-вторых, мне нравится разный уровень исполнителей. На первых десяти спектаклей эти шероховатости стираются. А критика, к счастью, фиксирует эти первые десять спектаклей. Так, дальше записка. Рады видеть вас на нашей сцене, выглядеть в блеск. Поклонники. Веня прочитал, я, естественно, я сразу похвасталась этой запиской, кому можно. Веня меня спросил, ну что, ты будешь отвечать на эту записку? Ну, конечно, можно было бы, вернее, он меня так что-то долго будешь отвечать на эту записку. Я могла бы, конечно, ответить коротко спасибо, но, тем не менее, в этой записке заложено тайное отношение зрителя и актеров. Актеры, когда они не мелькают, а я последнее время не снимаюсь в кино и мало играю, для зрителей эти актеры умирают. И вроде бы мало лет, а возникает эта фамилия, ну, он еще жив еще, оказывается. Так что, я думаю, вот эти вот поклонники, которые подписались и нарисовали мне прелестный букетик, для них я, наверное, давно, далеко в их памяти. В газете «Московский университет» было напечатано интервью с вами, в котором вы говорите, что талант врожденное качество. Действительно, вы считаете, что это так? И что, уже актеров не надо учить? Ну, вы знаете, учат мастерству, таланта научить, наверное, невозможно. А врожденное ли это качество? Ну, я думаю, что есть предрасположение, и думаю, что несчастливы те люди, которые не смогли прислушаться к слабому или не слабому, я не знаю, в зависимости от индивидуальности, зову судьбы и предопределения. Так, в газетах встречается обвинение театра в том, что вы не ставите современных спектаклей. Это имеется в виду театр на Таганке. Не боитесь ли вы превратить свой театр в музей? Каковы реальные перспективы театра? это наша беда, что с нами сейчас происходит. Началось это давно, в конце 70-х годов. Видите ли, не мне принадлежит мысль, что театр существует 20-летними, 15-летними циклами. проследите историю предположим, русского театра, и вы увидите возникновение идей, пик, умирание, угасание, какой-то мертвый сезон, нужно второе дыхание, чтобы подняться на другую вершину. Таганка возникла в середине 60-х годов, когда зрителей отрывала от спин стульев острая форма, фронтальные мизансцены, непосредственное обращение в зал, ракурс, кинематографический монтаж сцен и так далее. То, что коротко тогда и называлось Таганка, за этим люди шли туда. В конце 60-х, когда общество старалось найти корень своим социальным болезням, на Таганку приходили за словом. И то, что обычно люди говорили между собой на кухне или на ухо с друзьями, когда они слышали это на Таганке, они удивленно говорили, неужели это им разрешили, и достать билетов невозможно. Когда диагнозы были поставлены, и болезни давно надо было лечить, вот тут театр и застопорился. Пробовали искать себя в классике, в разных проявлениях, но, тем не менее, это оказалось дать ответы, ответы на бередящие души вопросов, это очень трудно, их можно только ставить каждому себе. Этот период совпал со смертью Высоцкого, так трагически совпал, потом, через какой-то период, нас оставил Любимов, так получилось, что главным режиссером в нашем театре стал Анатолий Васильевич Эфрос. Возникал совершенно другой театр, он не успел возникнуть, мог возникнуть или нет, это тоже показало бы время. Сейчас у нас во главе театра Губенко, это не театральный режиссер, но тем не менее он начинал с нами. Гарантии ли это успеха и гарантии ли это идти вперед, опять-таки неизвестно, но мы попробуем. В нашем театре хочет поставить пьесу Морево Витес, это очень крупный французский режиссер, хочет поставить спектакль Стуруа, хочет поставить спектакль румынская очень интересная режиссер Каталина Бузаяна и так далее. Вот это наши планы. Вы сказали, что последнее время мало снимаетесь в кино и играете в театре. Чем вы занимаетесь? Я я бы могла сказать, я пишу книги. Сейчас выйдет в следующем году моя третья книга, но мне сказать об этом неловко. Ну и не говори. Но я уже сказала. Я репетирую, я играю спектакли, и я поливаю свои цветы и все. Сейчас я предоставлю слово нашему гостю, украинскому поэту и драматургу Юрию Рыбчинскому. Я хочу сейчас, как говорится, подхватить ту тему, которую начала Алла Демидова и поговорить о зрителе. Посмотрев когда-то спектакль «Взрослая дочь молодого человека», я приехал в Киев, зараженный этой пьесой. Я написал пьесу в стихах, я поэт в первую очередь, написал пьесу в стихах для того, чтобы раздразнить и разозлить зрителя. Я написал пьесу в стихах о Жанне Дарк с целью, чтобы в конце, я ставил перед собой такую задачу, чтобы зритель не выдержал и спас в конце пьесы Жанну. И тогда родились стихи, которые сейчас стали песней, которые, наверное, вы знаете. Я их посвятил для себя, я тоже не знакома с Василием Васильеву. Это был монолог Жанны Дарк. Ливни лета отпели, отплакали, и однажды в студеную ночь в стае черных ворон одинаковых родилась непокорная дочь. Непокорная, гордая, смелая, но уродиной звали ее, потому что была она белая, не такая, как все воронье. Вы знаете это, да? Слышим. И решили тогда братья вороны, это для тех, кто не знает, суд над белой сестрой учинить, семь ночей они думали, спорили, и решили ее очернить. Непокорную, гордую, смелую искупали в болотной грязи, ты теперь это платьице черное до последнего вздоха носи, если мы черны, будь и ты черна. А она от обиды забилась, зарыдала душою светла, и от грязи слезами отмылась, стала снова такой, как была. Но я не буду до конца. Я посвятил Васильеву, пользуюсь возможностью сейчас. Но о чем я хочу сказать? Я о чем хочу сказать? Я написал эту пьесу, принес в министерство в те годы, и мне сказали, Юра, ты что, с ума сошел? И нас у тебя посадят. Я говорю, почему? Я пишу правду, я хочу, чтобы зритель был активным. Говорит, ну что ты пишешь? Посмотри, что герой у тебя говорит. У времени нет рампа и кулис. Любой народ стоит у края гибели, когда в нем вместо действующих лиц преобладают болтуны и зрители. И я сейчас хочу у вас спросить, доколе будете сидеть вы в безучастности? преступно. Преступно просто зрителями быть, когда твое отечество в опасности. И я счастлив, я счастлив, что те Чернобыли, которые происходили с каждым из нашего поколения, я родился 9 мая 45-го года, потому что сначала Чернобыли происходили в наших душах, мы приходили, приносили произведения, из них вычеркивались такие слова, говорили, нельзя, потому что слово Бог, слово Церковь нельзя, тема не та, это не то, а ведь эти трети реакторы сначала в нас взрывались. Я счастлив, что я дожил до того времени, когда пьеса, написанная много лет тому назад, принято, еще, может быть, не поставлено, ее взяли только. Я счастлив, что я услышал наконец, ну хотя бы не хочется жаловаться, хочется верить, что то, что мы не смогли сделать предыдущие годы, мы сделаем. Но если честно говорить, никто нам уже эти годы не вернет. И мне хочется очень, чтобы вы, сидящие в этом зале, молодые, которым сейчас столько, сколько было нам, когда мы писали свои первые произведения, чтобы вы не теряли время. Мы живем ваше время, и от вас зависит, какое оно будет. Делайте свое время, молодые, будьте белыми воронами. Спасибо. Я предоставляю слово Анатолию Васильеву, чтобы он ответил на записки. Я буду коротко это делать. Расскажите, пожалуйста, о гастролях вашего театра, «Серсо за рубежом», о критике и о зрителях. Если коротко рассказывать, то гастроли были очень хорошие и неожиданные. Неожиданные прежде всего потому, что так, как публика принимает театр и как она понимает, у нас такого в союзе не было. Великолепная реакция зрительного зала, полное понимание проблем, происходящих с человеком, живущим в Советском Союзе. Очень такое точное, адекватное чтение художественных особенностей спектакля. Но я еще и помню, что когда мы потом отыгрывали и подходили зрители, то они прежде всего говорили о том, что они видят искусство из России, что они понимают, что это русский психологический театр, что это не заезжая труппа, что это корни оттуда, и что это они впервые видят рассказ, не тот, который они прочитали в диссидентской литературе, а тот, который здесь живет у нас, внутри нашей страны, и вывезен, и показан там. И в общем-то это как-то доставляло какое-то удовольствие. Ответьте, пожалуйста, какие качества для девушки необходимы, которые мечтают стать актрисой. Но она должна быть красивой. Здесь задан один очень большой вопрос о театрах и студиях, и я хочу, в общем, и приводится пример Беликович, я хочу сказать, что я понимаю под словом студия, вернее, что я не хочу понимать под словом студия, я не хочу понимать под словом студия энтузиазм, мне кажется, из энтузиазма дело не делается. И поэтому, когда я говорю студия, то я слышу слово энтузиазм, а когда я говорю профессиональное искусство, я слышу слово труд. А талант, о котором говорила Алла, является естественно начальной стадией всякого труда. а дальше я сейчас год уже проработал в театре, и я впервые реально понял, что мы как люди практически вообще не умеем трудиться. И самое большое испытание для нас является испытанием нережимного труда. Вот если наш труд нережимен, и мы отвечаем за собственный труд, тогда вообще все дело валится. И поэтому опять-таки я за профессиональное искусство, в котором минимум энтузиазма и максимум делу. За последнее время, по-моему, во всех решительно газетах и журналах появлялись статьи, в которых отчетливо совершенно сквозила неудовлетворенность с состоянием сегодняшним состоянием театра. для того, чтобы выйти из этого положения, прежде чем провести всеобъемлющую театральную реформу, год назад был объявлен театральный эксперимент. В нем участвует 82 театра, и в ходе этого эксперимента отрабатываются отдельные модели, так сказать, будущей театральной системы. Вот об этом сейчас расскажет наш автор постоянный Геннадий Дадамян. вот в записках у меня спрашивают, возможно ли перестройка в театре, какая намечается перестройка. я бы сказал бы так, примерно 50 лет, где-то середины 30-х годов, наш театр жил точно так, как наш зал сегодняшний, первый час, очень чопорно, очень чинно, и очень этикетно. Он делал то, что надо было делать тому, кто приказывал делать. Примерно 50 лет господствовала монопольная форма централизованной системы управления. Ну, и вы знаете ленинскую мысль о том, что любая монополия гибельна, рано или поздно она приводит к кризису. Я думаю, что и та стандартизация театров, и общее понижение уровня профессионализма, и те проблемы, которые были в драматургии, это есть вполне логичный, закономерный результат вот этой централизованной системы управления. Ну, вплоть до парадоксов, когда для очень маленького чиновника из Министерства культуры ночью в Омске, в Томске, Виркутске играли спектакль, чтобы решить вопрос, будет он выпущен или не будет он выпущен. Так было, было, на мой взгляд, плохо, дальше было идти некуда, и на волне тех революционных изменений, которые принес съезд, начался центральный эксперимент, который, на мой взгляд, отразил, ну, во всяком случае, в какой-то степени отразил дух , этих революционных изменений. Нужен ли он был театром? Ну, по-моему, да. И у меня есть, как минимум, три аргумента в силу того, что при всех своих нынешних недостатках он был нужен. Эти аргументы следующие. Самый прогрессивный артисты русского традиционного театра предлагали проект перестройки и самоуправления в русском театре тогда на 95% что предлагалось там реализовано в нынешнем эксперименте. Вот такое парадоксальное совпадение взглядов, и это значит, что то, что предложено сегодня, отталкивалось от реальной детральной практики. Это первый аргумент. Второй аргумент заключается в том, что когда Егор Кузьмич Легачёв был в Саратове, то он выступал в театре, и деятели театра подошли к нему и попросили у него, ну вы понимаете, что дирекция областного театра имеет редко возможность обратиться к члену политбюро, и уж просить так по-большому. И они попросили его в виде великой милости включить их театр в эксперименты. что и было сделано. Он был включен позже всех и не только этот театр, но еще, я должен сказать, примерно кипа вот такая бумага лежит в министерстве, телеграмм, писем, ЦК с просьбой от театра включить их в эксперимент. И последнее, на мой взгляд, заключается положительный момент, вот доказательство того, что он был нужен, в том, что театры другие, которые не в эксперименте, они, не дожидаясь, пока министерство распространит все положения эксперимента на все остальные театры, уже в явочном порядке используют отдельное его положение в своей тетральной практике, а министерство закрывает глаза. Это вот, на мой взгляд, это есть показатель, ну, полезности этого проводимого сегодня эксперимента. Я говорил один режиссер, очень талантливый, редкий на сегодняшний день режиссер, потому что он строитель театра. У нас сейчас очень много победителей, а мало строителей. Вот у него, он грузин, у него генетической, видимо, культурной традиции есть идеи строительства. Он говорил, ты понимаешь, что происходит? Вот раньше я всю жизнь воевал с областным управлением культуры. Это давало мне силу. А сейчас они нас за три километра обходят. Я даже не знаю, с кем мне воевать. Значит, теперь решил ли эксперимент все проблемы? Ну, как вы понимаете, никакая реформа никогда талант не создавала и создать не может. это не ее задача. Я сказал, в этой модели сделана попытка реализовать, ну, на уровне организации, конечно, мысль, Михаил Сергеевич, все, что не запрещено, можно. Можно. поэтому проблема заключается в том, чтобы создать, ну, вот, все мыслимые и немыслимые возможности существования, финансирования и так далее, и тому подобное театральной деятельности только ради одного. Ради того, чтобы талант мог состояться, утвердиться, доказать себя. Все в конечном итоге зависит от нас с вами. Все зависит от человека. А мы у нас мышление лукавое. Мягко скажем, лукавое. Еще недавно мы все хором говорили одно, подразумевали другое, делали третье, писали четвертое, публиковали пятые и так далее, и тому подобное. Но самое главное, что все при этом, все друг друга прекрасно понимали. И проблема заключается в том, чтобы сделать нас свободными. Свободными, внутренне свободными. Уйти от того большого страха, который в нас. И я думаю, что единственный, кто это может сделать, никто, а каким путем мы можем к этому прийти, это через искусство. Другого пути нет. В этом смысле слова развитие культуры и искусства становится, на мой взгляд, основным условием действительной перестройки нашего общества. Не будет развития культуры и искусства, не будет той перестройки, которой мы мечтаем. Все. Афанасий Дмитриевич Солымский, открывая наш сегодняшний вечер, сказал, что мы уже солидного возраста, нам действительно журнал-театр 50 лет. Я хочу сказать только еще два слова о том, что мы охватываем все виды театрального искусства. Мы печатаем не только, так сказать, произведения драматургии, не только критические статьи, но бываем очень рады, когда деятели театра приходят к нам со своими произведениями, созданными ими, со произведениями их творчества. Вот так мы сравнительно недавно опубликовали большую подборку прекрасных стихов Леонида Филатова, который, кроме того, что он известный, очень известный актер театра и кино, он еще и драматург, он и поэт. И я бы вот хотел, чтобы сейчас он подошел к микрофону. Я не буду долго вас мучить, потому что есть и записки, так сказать, там целый ряд записок, касающихся внутритеатральных дел Таганка, Современник, почему от чего. Скажу вам на это общо, не потому что мне нечего ответить, а потому что это история, требующая восстановления исторического контекста. обещаю только одно, что пройдет совсем немного времени, и вам будет рассказано, думаю, журналами, газетами, подробно вся драматическая история театра на Таганке от ее начала до сегодняшнего дня. А теперь, поскольку вечер все-таки театральный, я просто вспомню то, чего давно уже не делал. Когда-то, 12 лет тому назад, я сочинил такие театральные пародии, хотя не литературные пародии, но речь в каждой из этих пародий шла о театре на Таганке. Несмотря на то, что пародии давние, 12 лет все-таки уже с той поры прошло, я думаю, что поэты наши, на которых написаны пародии, не так быстро меняются, как меняется жизнь вокруг нас, к сожалению. И пародии эти еще не протухли. Весь цикл называется «Таганка-75». Каждой из этих пародий есть воображаемое интервью, что бы сказал, скажем, этот или этот знаменитый поэт, если бы его спросили, что он думает по поводу театра на Таганке. Евгений Евтушенко. Значит, если читать маленькое и водное слово, значит, все творчества Евгении Саныча Евгенья, имеющего отношение к его зарубежным поездкам и впечатлениям, то можно, наверное, эта эссе, стихи, прозу, то можно, наверное, вывести две закономерности такие. Значит, во-первых, выясняется, что нет ни одного маломальски знаменитого человека в мире, прогрессиста, с которым бы Евгенья Евгенья не состоял в близких дружеских отношениях. Это раз. И вторая часть, она уже более, так сказать, такая драматическая. Выясняется, что практически каждый выезд Евтушенко за рубеж, а с ней каждый идёт через, сопряжён с какой-то общей опасностью для его жизни в плохих странах, потому что все, в общем, наймитые мирового империализма, так или иначе кидаются на нашего Евгения Александровича. Вот эта пародия, которая имеет отношение к театру на Таганке, она примерно к этому ракурсу. Творчество Евгения Александровича тоже имеет отношение. Евгений Евтушенко. Мне говорил, портовый грузчик Джо, подпольный лидер левого движения, я плохо понимает по-русски Женья, но знаю, что Таганка хорошо. Потягивая свой аперитив, мне говорил знакомый мафиозу, Таганка, Женя, это грандиозно, Мадонна, мне бы этот коллектив. Душою, ощущая ход времён, забитая испанская крестьянка, сказала мне по-русски, О, Таганка, проклятый Франко, если бы не он. Звезда стриптиза, рыжая Эдит, сказала деловито, сняв рейтузы, Ты знаешь, Женя, наши профсоюзы считают, что Таганка победит. О том же, сохраняя должный пыл, мне говорили косвенно и прямо, Роминтронат Тагор и Далай-Лама и Шахин-Шах. Фамилию забыл, меня пытал главарь одной из худ. Он бил меня под дых и улыбался, Ну что, таганский выкормыш, попался, а ну, положь блокнот и стань во фронт. Таганка, ты подумай, каково, Мне б сорок лет играть со смертью в прятки, но я смолчал, я стюжил, всё в порядке. Они про вас не знают ничего. Вторая пародия, значит, она посвящается такому обстоятельству, что в театре на Таганке, так сказать, долгое время, периодами так бывало, во всех случаях, трудно было достать билеты, о чём сегодня уже говорилось. Был период, когда, так сказать, вроде у нас была такая особая аудитория, воспитанная именно этим театром. И когда артисты подходили к театру, проходя мимо центрального входа, в каком бы ты ни был состоянии, в беде ли, в болезни ли и так далее, как ты, в общем, себя пытаешься подвинтить немножечко, привести в порядок. Потому что для этих замечательных людей действительно, ну, грех не играть, иначе зачем тогда вообще играть и заниматься этой профессией. Это были какие-то люди особые, они были с какими-то такими удлинёнными, такими, знаете, интеллектуально голодными лицами. Я не расист, почему показывают такие удлинённые лица, так сказать, и такие замечательные люди. Но просто, как сказать, мне хочется подчеркнуть момент страдания, потому что они стоят и днём, и ночью там за этими, значит, за билетами. Вот, стояли, скажем так. Вот, и когда входишь в театр и смотришь в зал, где же эти замечательные лица, во имя которых хочется сегодня как-то немножко растратиться, то этих лиц в зале нет. Огромный процент всё-таки этих странных людей, на которых страшно, наверное, играть, потому что они, во-первых, молчат, во-первых, такое, знаете, такое в зале всё время, может, там знакомый состояние аудитории, такое благожелательное оцепенение. Не то, чтобы скамерие, нет. Не то, чтобы агрессия, нет. Ну, такое, знаете, вот что-то не сделай. Вот сделай себе хракири, так сказать, внутренности, так сказать, покажи залу. Всё время в зале такое, знаете, ну, забавно, забавно, забавно. Потом выяснилось в итоге, так сказать, путём разных опросов, так сказать, и так далее, и так далее, потом выяснилось, какое количество куда билетов утекает, хотя это трудно проверить. Ну, так сказать, ну, вариша доставала всех мастей, вот этот народ. И самое это парадоксальное, самое страшное заключается в том, что мы в своё время как театр возникли, но я пришёл чуть попозже, но на почве социальной ненависти к этим людям, что называется, и к этим, и к другим, но примерно к этому клану. А теперь, значит, эти люди в результате нашей борьбы просто сидят в зале, а мы, значит, выходим и за их собственные деньги обрушиваем на них наш социальный гнев. А они в силу малого количества прочитанных ими книжек почти никогда не понимают, о чём мы. Значит, ну ладно, это всё, так сказать, такие разговоры. Так вот, про отсутствие билетов в театру на Таганке когда-тошнее. Вот пародия на другого знаменитого нашего поэта, близкого очень к театру на Таганке, на Андрея Вознесенского. Таганка, девочка, пижонка, дрянь, что ж ты наделала? Ты только глянь, о, апокалипсис, всея Москвы, толпа, а, оскарившись, крушит замки, даёшь билетики, а им в ответ билетов нетути, физкульт, привет. Такое скопление людей я видел только трижды в жизни. Во время студенческих волнений в Гринвич-Виллидж, на фресках Секейроса и в фильмах Бондарчука. Ладно-бриджиночка, чернявый бес, вы были в джинсиках, а стали бес, очкарик в свитере, второй тювье, о, как вам свистнули по голове, профессор с запада, заморский гость, где же ваши запонки, а также трость. Знаменитости стояли особняком. Бонеонис кричал, я, Гойя! Ему не верили. Все знали, что Гойя, я. Ассирша в ботиках и в бегуди, побитух, господи, не погуби, а то, лобазники, а то, рвачи, как ваши блайзеры трещат в ночи. Пусть мир за стеночкой ревет в ряду, сижу застенчивый в шестом ряду. Следующая пародия, следующая, уже не имеет никакого предисловия, не нуждается в нем, поскольку написана она на самого, наверное, знаменитого в русскоязычной поэзии поэта, включая Пушкина, исключая, может быть, только Николая Добронравова, это Роберт Рождественский. Может, это прозвучит резко, может, это прозвучит дерзко, но в театр я хожу редко, а таганку и люблю с детства. Вспоминается такой казус, вспоминается такой случай, и подхожу я как-то раз к кассе, так скромно, как по-простой слуцкий, говорю, преодолев робость, а народищу кругом попропасть, мол, поскольку это я, Роберт, то нельзя ли получить попропуск, а кассир у них точь-в-точь робот смотрит так, что прямо дрожь сводит. Ну и что с того, что ты, Роберт, тут до чёрта вас таких ходит? Вот же, думаю, себе дурный, а в толпе уже глухой робот. Да сейчас любой олень в тундре объяснит вам, кто такой Роберт. В мире нет ещё такой стройки, в мире нет ещё такой плавки, чтобы я ей не посвятил строчки, чтобы я ей не уделил главки. Можно Лермонтова знать плохо, можно фета пролистать вкратце, можно вовсе не читать блока, но всему же есть по пределу, братцы. Но меня, чтобы я не стал дураться, а попроводили до дверей группой, я тот таганку и люблю, братцы. Мне нехороший там народ, грубый. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша встреча подошла к концу. Мы рады, что нас поняли и приняли именно здесь, в университете. В зале сегодня много молодёжи, значит, в каком-то смысле это встреча с будущим. Конечно, все мы живём современными страстями, но ещё Станиславский говорил о том, что театр не знает настоящего времени. Сцена – это место перехода прошлого в будущее. Ради этого будущего мы и делаем сегодня наш журнал. Ради этого будущего мы все вместе живём сегодня и хотим приблизить его. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.